Привет, студент! Добро пожаловать в новый и удивительный мир. Мир твоего студенчества. Совсем недавно ты сидел за школьной партой, сдавал экзамены, а затем подавал документы в университет мечты. И теперь тебя можно поздравить. Ты здесь, и впереди увлекательные годы новых знаний, ярких впечатлений и открытий. Время действовать. Специально для тебя мы подготовили список дел, который необходимо выполнить первый месяц обучения, чтобы твоя студенческая жизнь была комфортной и спокойной. Итак, внимание! Полис обязательного медицинского страхования очень нужен тебе. Проверь, действителен ли он? Ведь именно он обеспечивает оказание бесплатной медицинской помощи в нашей стране. Если он недействителен, то приобрети временный и закажи новый. Хочешь сделать прививку от COVID-19? В нашем городе ее можно сделать как в поликлиниках и больницах, так и в шатрах вакцинации или торговых центрах. Записаться можно через госуслуги или по единому справочному номеру. Всю подробную информацию можно получить на сайте администрации Санкт-Петербурга или stopcoronavirus.rf. Бесспорно хочется выразить огромную благодарность всем медикам и волонтерам за их работу и самоотверженность. Вы стоите на страже нашего здоровья. Иногородним же студентам важно решить еще один фундаментальный вопрос – свое размещение в Санкт-Петербурге. Большинство вузов предоставляют места в общежитиях, и они же помогут вам оформить временную регистрацию. А тем, кто будет снимать жилье, могут обратиться в ближайший отдел МФЦ. И самое главное помни – пускай это новый город, но ты не один. Жизнь в общежитии подарит тебе много новых знакомств и, возможно, даже лучших друзей. А студенческие советы общежития помогут решить тебе любые твои вопросы. И более того, все мы объединены в ассоциацию студенческих советов общежитий Санкт-Петербурга. А значит, нет проблем, которые мы не можем решить вместе. БСК – бесконтактная смарт-карта, которая необходима для того, чтобы беспрепятственно передвигаться по Санкт-Петербургу. Ее необходимо оформить для проезда в метрополитене или на наземном транспорте. Карту можно оформить как комбинированно, так и только на один вид транспорта. Карта оформляется в кассах метрополитена, либо в специальном центре. Кроме того, существуют другие скидки для студентов. По студенческому билету можно льготно проезжать в пригородных поездах. Можно претендовать на льготные билеты в музеях, в театрах и многое другое. Ну а теперь, наверное, самый любимый пункт для всех студентов. Это, конечно же, стипендия. Уже начиная с первого семестра первокурсники бюджетной основы обучения получают государственную академическую стипендию. Ее минимальный размер устанавливается государством, но разница в зависимости от учебного заведения. Но ты можешь получать и больше. Существует повышенная государственная академическая стипендия, узнав, каким категориям ты можешь пройти и участвовывая в открытом конкурсе. Существуют также иные виды стипендий, такие как стипендия президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, именные и другие стипендии. Главное помнить, чтобы получать стипендию, сессию нужно закрывать вовремя и, конечно же, без строек. А самым активным студентам Петербурга точно не придется скучать. Ежегодно наш город проводит большое количество форумов. Например, Петербургский международный экономический форум, молодежный форум выше крыши, традиционные мероприятия «Алые паруса» и «День первокурсников», узнать подробнее о которых можно на информационном портале «Мы Петербург». Ну а если ты уверен в своих силах и хочешь попробовать себя на всероссийских и международных проектах, тогда не упускай шанса регистрируйся на платформе «Россия – страна возможностей», участвуй в грантовых конкурсах Федерального агентства по залам молодежи «Росмолодежь». Помни, студенческий совет Санкт-Петербурга поддержит твои любые идеи и инициативы. Сделай свои студенческие годы еще более насыщенными. Интересно и что немаловажно бесплатно провести время после пар можно в общественных пространствах Санкт-Петербурга. Такими местами могут стать, например, каворкинг «Просто», «Точка кипения Гуап» или недавно открывшаяся «Точка кипения» имени Герцена. Эти места привлекают молодежь со всего города на мотивационные образовательные сессии и другие мероприятия. Там есть все необходимое для комфортного досуга, учебы или работы. Мы всегда вместе, мы всегда рядом и готовы прийти на помощь. Включайся в движение, включайся в ритм и присоединяйся к команде своего студенческого совета. Мы желаем тебе удачи и до скорых встреч в стенах родного университета. Продолжение следует...